Девушки отдыхают Все, туда идут уши, сердца, печень, желудок Рога, копыта На хорошей кухне ничего не пропадает никогда В лучших ресторанах Франции и Италии Нередко используют для приготовления дорогих и вышуканных страв Самые суп-продукты Например, знаменитый в ресторанной классике Версальский суп, сваренный с бочечными яйцами А обычный бургер, в котором вместо мясной котлеты Додали гусечу печенку, фуагра Подают в ресторанах Лас-Вегаса за 5000 долларов Куречный сердечко не меньше ценный продукт Это суцельный натуральный белок Они практически не поместят жира и много залеза При анемии и порушениях работы сердцево-судинной системы Этот продукт просто обязательный в рационе Магния, который находится в куречном сердце Приводит в норму артериальный тиск Лекарь рекомендуют включать в свой рацион куречный сердечко Ну, я не впервые, признаюсь, честно слышу о куриных сердечках Периодически их покупала, но со временем перестала Потому что всегда у меня получается нечто жесткое Странные формы и еще, извините, с не очень приятным запахом Сегодня все это мы порешаем Ты попробуешь, наши гости попробуют Но сначала, конечно, сердечки нужно обработать Ты видишь, на них есть вот жир И на них есть жилы, разные вены Это нужно обрезать Давай ножи, будем обрезать А вот скажите мне, пожалуйста, мои дорогие гости Кому нравится куриные сердечки или блюда из куриных сердечек? Поднимите, пожалуйста, руку Немногим Вот ты утверждаешь, что всем моим гостям А мы сегодня будем этим блюдом угощать моих гостей Понравится то, что ты приготовишь из куриных сердечек? Ну, я надеюсь, в всяком случае, что понравится Я буду стараться Ну, предположим, ты готовишь свое уникальное, как ты говоришь, блюдо Мои гости пробуют И им не нравится Что ты готов сделать? Готов отдать свое сердце А я не готова сделать такую операцию Но раз ты говоришь о сердце, может быть, ты съешь сырое куриное сердце? Если твое блюдо кому-то не понравится, ты съешь половинку сырого куриного сердца Половину сырого куриного сердца? Да Да Ладно Поддержите героя На ваших глазах я беру сырое куриное сердце Отрезаю половинку Видишь, ты уже облизываешься Это я от страха облизываюсь И вот этот кусочек куриного сердца я положу в холодильник до конца нашего эксперимента Я сделаю все возможное для того, чтобы вам понравились куриные сердца Иначе Надежда умеет держать слово Надежда, ты прекрасно управляешь сейчас ножом Ты отрезала половину сердца Сразу мщить? Так что давай чисть сердца, а я буду делать соус терияки Есть такой японский соус терияки Блюдо, которое мы сегодня будем готовить Оно относится к тайской кухне И это блюдо я попробовал в достаточно хорошем ресторане в Бангкоке В Таиланде принято очень быстро обрабатывать все продукты Там никто не тратит время на то, чтобы их долго мариновать Долго их как-то там обрабатывать Быстро зажарили, все свежее, ароматное, вот так и едят Я наливаю в сотейник 150 мл соевого соуса Дальше я наливаю примерно 200 мл сладкого десертного вина Белого? Белого, да В японской традиции нужно налить еще саке Знаешь, что такое саке, да? Ну, рисовая водка Рисовая водка, 25-градусная У нас саке нет, в принципе, это необязательное условие Самое главное добавить сахар Нам нужно 35 граммов сахара Это где-то 2 столовые ложки Знаешь, Сереж, я не очень люблю разделывать мясо и субпродукты в том числе Но сегодня я делаю это с удовольствием по двум причинам Конечно, одна из них это то, что ты меня попросил и заставил работать Ну, а самая главная причина это то, что у меня очень удобный нож Вот я удивляюсь Если устойчивая рукоятка и нож хорошо наточен Из качественной стали То даже забываешь, что тебе что-то не нравится Вот режешь и с удовольствием Так, значит, нам нужно довести до кипения Нашу смесь из соевого соуса, десертного вина и сахара Я почистила сердечки Не знаю, насколько качественно получилось Ну, вполне Сгодится, да? Вполне хорошо, да Я хочу убрать свое рабочее место Дай мне, пожалуйста, салфетки С удовольствием Кстати, мою досточку тоже нужно тщательно вытереть Я всегда делаю это бумажными полотенцами Так, значит, что нужно знать по поводу этого соуса Он должен немного загустеть То есть примерно где-то на одну треть Он будет выпариваться и загущаться естественным способом Помешивать нужно его? Да, желательно помешивать все время Поскольку, во-первых, у нас сахар находится При нагреве, понятно, что он будет оседать Будет перегорать ко дну Нам этот запах не нужен Ну, естественно, когда речь идет об экзотической тайской кухне Не может не возникнуть вопрос А что же самое из экзотических блюд или продуктов ты пробовал в своей жизни? Ты знаешь, я тебе уже говорил, что я ел всяческих жуков Это как бы экзотично Но вот что на самом деле меня поразило Даже удивительно для меня самого Я ел манго с солью Это экзотика? Ну, ты знаешь, для меня с точки зрения вкусовой Это оказалось экзотика Это какое-то такое Ну, хороший манго – это вообще отдельная история Это богатство вкусов, ароматов Плюс соль, которая на самом деле является природным усилителем вкуса И она усиливает природный вкус манго Вот этот вот плеск сладости Это абсолютно другие ощущения Ну, ты уже ставишь сковородочку Да, сковородочку, поскольку наши сердечки нужно сначала немного обжарить Это моя идея Для того, чтобы придать им небольшую хрустящую корочку И какую-то карамелизацию И таким образом мы начнем их изначально готовить То есть они не будут совсем сырые Когда будем их глазировать Совсем сырое лежит в холодильнике сердце куриное Друзья, я очень на вас надеюсь На себя, само собой Какое масло будем использовать для жарки? Рафинированное оливковое масло Мы будем использовать рафинированное оливковое масло Потому что оно не горит на сковородке А также придает аппетитный аромат нашим блюдам Как-то вот так вот Надо сказать, что это блюдо нельзя назвать в чистом виде жареным Поскольку оно будет у нас томиться вот в соусе теряки Которое сейчас я упариваю Когда мы доведем соус до нужной консистенции Я кину немного муки для того, чтобы его загустить И мука, когда уже будет находиться вместе с сердечками Она как бы будет покрывать вот этой корочкой Так, я тебя попрошу взять деревянные палочки И замочить их немного в воде Ты, конечно, я понимаю, сердишься на меня Что сегодня у тебя возник риск съесть куриное сердце сырое Но ты понимаешь, что после этого Когда ты съешь куриное сердце сырое У тебя же будет на всю страну слава сердцееда А какой мужчина не мечтает стать сердцеедом? Как оказывается просто стать сердцеедом? Твои друзья считают, что по отношению к девушкам ты сердцеед? Да Да? Да А почему? Знаешь, как говорят, есть что вспомнить, детям нечего рассказать Я возьму чуть-чуть муки Так Вот так вот сделаю Все, на самом деле, вот сердечки в таком виде, в котором они есть сейчас Уже должны идти на шпажки Надеюсь, ты их уже намочила Да, я-то их намочила, но ты не сказал зачем А чтобы они не горели А-а-а Итак, у нас наши сердечки уже обжарены снаружи А теперь нам остается их только, Надя, честно говоря, горячие А я буду применять вилку Я же не могу, чтобы ты что-то делала, а я не делала Так, и в принципе, то, что мы должны сейчас сделать, это Положить А я думаю, это будет очень вкусно Как долго должны томиться в соусе терияки шуслычки из куриных сердечек? Минут 10 мы должны достичь такой консистенции, когда соус начнет превращаться в сироп И начнет обволакивать сердечки и покрывать его вот такой вот глянцевой корочкой Вы видите, нити начинают образовываться, сахар начинает превращать все это дело в карамель И на этом этапе нужно обязательно все мешать, чтобы не спалить, не дай бог Я чуть-чуть уберу огонь Так что, сердечки готовы? Ну, практически Сейчас будем пробовать Поскольку продукт очень маленький, то есть прогревается очень быстро Соответственно, в этом соусе они проварились, но мы их не передержали Потому что если передержали, они стали бы резиновые, сама понимаете Готовы куриные сердечки, мои гости сейчас будут их пробовать А вы узнаете, съест ли Сергей Калинин сырое куриное сердце А я пока напомню, как мы готовили это блюдо Для приготовления шашлычков из куриных сердечек вам понадобятся Куриные сердечки, соевый соус, сахар, белое вино, мука Для маринада смешайте соевый соус, белое вино, сахар и муку Доведите до кипения и, убавив огонь, варите еще минут 10 до загустения Сердечки обжарить до образования румяной корочки Шпажки замочить в воде Нанизать полуготовые сердечки Томить на сковородке в соусе около 10 минут Переворачивая до образования золотистой корочки и полного уваривания соуса Я тебе скажу, что это действительно имеет такой экзотический тайский вид Но не хватает одного ингредиента Вы понимаете, о чем я? Что это за палец? Чей палец? Согласно условиям нашего спора, Сергей Калинин съест фрагмент куриного сердца обыкновенного В том случае, если кому-то из моих гостей, кто попробует это блюдо, покажется, что это невкусно Надеюсь, что всем будет вкусно Давай сперва я рискну А вам не кажется, что Сергей как-то грустнее и грустнее с каждой минутой? Надя, я в себе мужчина уверенный Едим и наслаждаемся Будет хорошо Что можно даже не носить в зал уже, я так понял, да? Постарайтесь не читать ничего по моему лицу Потому что я не могу давить своим мнением на мнение своих гостей И не смотрите на Калинина с его довольным лицом Еще неизвестно, вкусно это или нет Пожалуйста, занесите моим гостям угощение Так Да, подвигай к себе поближе, потому что сейчас может случиться все, что угодно Люди, дорогие мои, родненькие, скажите, что вам вкусно Может быть, есть кто-то, кому не понравилось это блюдо? Не понравилось тем, кому не досталось Вы ели? Фу, Сереж, я думала, будет по-другому, но... Ну ты же сам соглашался Я же не очень даже настаивала Я просто говорила, ну ты съешь, а ты... На ваших глазах Сергей Калинин совершил настолько мужественный поступок Что у меня до сих пор мурашки по спине А чем вам не понравилось? Маловато было Боже, какой ты смелый! Ну как твои ощущения? А? Оглох! Ну мясо сырое и мясо сырое, делов-то Ну и второе очень важное, хорошее, благородное дело Это то, что Сергей Калинин снова научил нас готовить очень вкусное блюдо Соус-терияки абсолютно убирает запах субпродуктов, который иногда нас отпугивает Они достаточно сочные, не пережаренные Для вас это будет совершенно новый, экзотический, но необыкновенно приятный вкус Обязательно попробуйте! Сережа, спасибо! Спасибо!